40 лет назад молодой специалист из южного города Донецк приехала в далекую Якутию, чтобы развивать оленеводческое хозяйство. Тогда она даже и подумать не могла, что север затянет к себе так, что всю жизнь она посвятит ему. История жизни Лидии Захаровой, одного из немногих специалистов по оленеводству, может лечь в основу фильма. Подробности далее. С глазами светлыми, как голубое небо, с косой желтей пшеницы на полях, что ниже тонкой талии струится у красной девицы, украинки молодой. Волей судьбы и зову сердца приехала она в республику Саха, в бескрайней тундре пасущихся оленей, лечить, смотреть и изучать. В начале 80-х в стране восстанавливают сельское хозяйство, начинается племенная работа. Молодая девушка из Украины вслед за своим супругом приезжает в Нижнеколымский район. С образованием зоотехника она с легкостью находит работу и уже с первых дней влюбляется в бескрайние просторы тундры. Я вышла с вертолета и у меня закружилась голова. Странно, я молодая была, еще никакое не давление от того, что настолько был чистый воздух. И, ну, да, меня очень поразила красота. Это было где-то июль, ну, в августе месяце. Золотая осень как раз, все красивое, вода синяя-синяя в озерах. Молодая украинка, которая родилась и выросла на юге, ни в чем не уступала северянам. Вместе с оленеводами кочевала, смотрела за оленями, жила в Яранге. Кочевали, считали, бонетировали, то есть это все делали, а потом надо было это обрабатывать на бумаге. И вот когда мы приезжали в совхоз Нижнеколымский, день, два, три от силы, на четвертый день заходит директор с строгим взглядом, а что вы здесь делаете? Мы обрабатываем, допустим, карточки. Так, через два дня, чтобы вас здесь не было в тундру. Прожив шесть лет на севере, семья Захаровых переехала в Якутск. Здесь Лидия Васильевна устроилась на работу в Министерство образования, но через некоторое время поняла, что сердце все-таки тянется обратно в тундру. И так она поступила на работу зоотехником в племобеденении. Несколько раз в год по работе ездила в северные районы. Мне запомнился имя Конский улуз. Бабушка больная была, мы ее забрали, а потом еще двое деток заболело. И бабушка говорит, я, наверное, останусь, не поеду. Я говорю, как это вы останетесь? И мы всех забрали. По тайге едем, странное явление. Вот сияние вот так вот нас сопровождало всю дорогу по всей тайге. Вот сколько мы ехали. Я так удивлялась, говорю, что это такое? А бабушка говорит, тебя полюбила тайга и сопровождала. Ну, приятно было. Сегодня, оглядываясь назад, она не жалеет, что оказалась в Якуте. Единственное, беспокоит то, что из-за изменений, которые сегодня претерпевает родная организация, больше не удастся побывать в уже ставших родными северных краях. Но, несмотря на это, она продолжает оставаться преданной своему любимому делу. Да, я отработала в удовольствие. Я влюбилась и в работу, и в север влюбилась. На севере даже есть озеро, голубое-голубое, и оленеводы его называли Лидия. Царглана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.